Документальный фильм Комплекс невменяемости Композитор Сергей Курехин Операторы Наума Врунин и Сергей Астахов Звукооператор Александр Дударев Художник Дмитрий Волков Часть первая. Раковина Генделя Раковина Генделя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Раковина Генделя 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 У определенных групп людей полностью прекращается мыслительный процесс, что, однако, не мешает им открывать новые континенты и возводить великие города, которые и по сей день поражают воображение цинизмом пропорций и высотой возведения вверх камня. При помощи слуха удалось определить, что музыка – это ожившая архитектура, несмотря на то, что в ней живут люди, оплодотворенные идеей и способные на подвиг. Только при помощи булавок и кардиографа врачам удается вернуть человеку способность противостоять Генгалю и даже Баху. Генгаля 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 Продолжение следует... 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 Вот так вот выглядит схема возникновения нуля. Вот идет бром, начинает хлорироваться. При хлорировании происходит резкое сужение, то есть он начинает сужаться, сужаться и как бы опускается. Вот представьте себе, как ведет себя бром. Вот хлор. Когда он начинает бомбардироваться атоми радиа, он начинает сворачиваться и как бы собирать в себя энергию. Энергия происходит только благодаря тому, что возможность ее выброса назад, обратно в окружающую среду, может быть очень резкой и внезапной. Толчком, вот так приблизительно происходит выброс энергии хлористого кальция к брому. Но бром не может быть обозначен точной, совершенно континуальной средой. Он имеет совершенно конкретную структуру. Я покажу вам модель молекулы брома, при хлорировании его атомом плюмбума. Посмотрите, вот так выглядит бром в неподвижном состоянии. Достаточно ему вступить в реакцию с синхронным кальцием. Посмотрите, что происходит. Видите? Резкое изменение цвета. Резкое. Но это еще как бы промежуточная ступень. Так вот, я хочу вам рассказать о том, что... Пусть атом полежит здесь пока. Майкельсон, человек незаурядного ума, лучший друг Лобачевского, дал приказ, чтобы Шварц был уничтожен. Шварц был уничтожен. По-моему, расчленен. Но с Менделеевым тогда, уже тогда возникли разногласия. Менделеев настаивал, что 64-й элемент, вот он, видите, ГД, так называемый элемент ГД. Он вошел в историю науки под названием ГД, сокращенно от ГОД, БОК. То есть божественный элемент. Он имеет 64-ю плотность. Посмотрите, в чем была ошибка. В ФАУ-1, обозначим его как ИГЛИК, у них было приравнено практически к ФАУ-нулевому, что было совершенно ярчайшей ошибкой, потому что ФАУ-нулевой должно стремиться к нулю. Наша лаборатория была первой лабораторией, которая смогла дезинфицировать ноль при стремлении в их бесконечность. Дезинфекция проходила... ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часть третья. Дух Нобеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полет человека сквозь жизнь поддерживается силой его знаний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Господа, следующий номер нашей программы вручение Нобелевской премии мира по химии. Лауреатом в этом году единогласно признан профессор Гендельбах из России. В связи с невозможностью профессора лично присутствовать на церемонии без отсутствия средств передвижения, премия вручается временному поверенному Гендельбаха послу Албании в Нидерландах барону Нардау. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как прошла церемония, Роберт? Ужасно. Премию присудили этому кровосмесителю и очковкирателю Гендельбаху за его псевдонаучные выкрутасы. А настоящие ученые в это время сидят в Нью-Йорке. В огромном доме. Это слепой гений Хлорбах, глухой певец науки Бромштейн и тяжело больной Патрик Смит, изобретатель прибора, выпрямляющего электрическую дугу. Прибор помещается в обычном чемодане. Да, да, в самом обычном кожном чемодане. При попадании в прибор кислорода маяк начинает вращаться, чтобы выявить скрытую причину обнаруженного явления, они опустили в камеру мышь, создали ей идеальные условия, положили в контейнер диаметром около 60 дюймов, все это погрузили в батискав и сбросили с самолета. Девушки отдыхают, господа, вы слышите? Какая чудесная музыка. Это Рахманина? Вы выпустили из клиники? Зарубите себя на носу, на нем все заживает, как на собаке, и вообще он сейчас как огурчик. Часть четвертая. Мускус и миндаль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok